Для семей беременных женщин Тверской области на полгода автоматически продлены получение ряда выплат. Документ разработан в соответствии с обращением президента России Владимира Путина к гражданам страны в связи с коронавирусной инфекцией. Решение принято на заседании регионального правительства, которое провел губернатор Игорь Руденя. О том, какие меры поддержки для семей с детьми введены в Верхневожье, рассказываем прямо сейчас. В Тверской области с 1 октября 2020 года ряд мер социальной поддержки гражданам будет предоставляться без дополнительного подтверждения права на их получение. В Верхневожье без дополнительных справок предоставляются ежемесячные выплаты в связи с рождением третьего и последующего ребенка. В регионе данная мера поддержки оказывается 6438 семьям. Они ежемесячно получают выплаты в размере 11 399 рублей. Социальные принятые меры это упрощенная форма продления льгот без необходимости подачи дополнительных бумаг и походов в соцзащиту либо в МФЦ. Это автоматически будет происходить. Также автоматически продлевается предоставление ежемесячной денежной выплаты в размере 2000 рублей на обеспечение полноценным питанием беременных женщин. В настоящее время ее получают 517 жительниц Верхневожья. В Тверской области 17 марта введен режим повышенной готовности в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией. В муниципальных детских садах организуют дежурные группы, а школы уже перешли на дистанционное обучение. Мы рассмотрели вопрос реализации программы по снабжению питанием детей с 1 по 4 класс, которые находятся на дистанционном режиме обучения и не ходят в школу. А также детям от 5 класса до 11, которые подпадают под необходимые социальные поддержки. Для них уже оплаченное областной властью горячее школьное питание превратится в сухпайки, которые будут выданы родителям детей. Состав наборов утверждают сами муниципалитеты. Это могут быть фрукты, печенье, кисломолочное продовольствие или другие продукты питания. Срок выдачи таких наборов до 12 апреля 2020 года. Кроме того, губернатор отмечает, что это не последние меры поддержки для семей региона, которые будут утверждены в Верхневолжье. В ближайшее время правительство приступит к разработке дополнительного пакета.